Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы вместе с вами сравним Nintendo Switch и PlayStation Vita. Поехали! Изначально я не очень хотел делать ролик, где я бы сравнил Nintendo Switch и PlayStation Vita, потому что, как по мне, сравнивать две этих портативки не совсем правильно. Но последние полгода вы мне очень часто пишите в комментариях, чтобы я сравнил PlayStation Vita и Nintendo Switch, и вы прям очень ждёте такой ролик. И поэтому в своём видео, где я сравнил у неё 2DS XL и Vita, которая, кстати, вышла не так давно, я сказал, что если вы наберёте 170 лайков, то тогда я сравню портативку от Sony с Nintendo Switch. И на моё удивление, уже на следующий день вы набрали нужное количество лайков, а уже спустя две недели, когда выходит этот ролик, там практически тысяча. Так что давайте уже поскорее выясним, в чём же отличие этих двух портативок. И первое, это, конечно же, габариты. Если по S-Vita вы можете с лёгкостью засунуть, например, в карман джинсы или положить в рюкзак, и вы вообще не почувствуете, что она у вас там лежит, потому что она безумно лёгкая, то Nintendo Switch это уже такая массивная крупная портативка, которая будет у вас занимать место, в карман джинс вы её точно не положите, и весить она тоже будет прилично. Но зато, благодаря своему немаленькому размеру, Nintendo Switch лучше лежит в руках, и по эргономике она, как по мне, лучше. В стике больше, расположение кнопок лучше, и вследствие этого пальцы удобнее ложатся на них, и при длительной игре вы будете меньше испытывать дискомфорт. Ну и, конечно же, консоль неспроста такая большая, и благодаря этому получилось поставить в неё экран больше диагонали, и также батарею, которая тоже имеет большую ёмкость. Но на автономность это не сильно повлияло, потому что Switch потребляет больше энергии, и обе консоли держат около пяти часов от встроенного аккумулятора. И, кстати, разница в экранах очень сильно чувствуется. Когда после нескольких дней игры на PS Vita я взял в руки Switch, я заметил, что у него экран стал казаться для меня просто гигантским, и, естественно, играть на нём намного приятнее. Более крупная и чёткая картинка. Ну и в целом понятно, что Nintendo Switch в техническом плане намного лучше. Больше экран, выше его разрешения, также мощности консоли хватает, чтобы воспроизводить более тяжёлые игры по типу Ведьмака или Вульфенштейна, хоть и с просадками или мыльной графикой, но всё равно такая возможность есть. Но всё-таки, как по мне, PS Vita имеет одно небольшое преимущество. Это система. Конечно, интерфейс на любителей, и мне больше нравится тот, который на Switch, но всё-таки на PS Vita есть возможность запустить браузер, фильмы, музыку и даже посмотреть электронную почту. И даже есть приложение камеры. Ну и самое главное, вы можете менять темы. Потому что, не знаю как вам, но лично мне на Switch уже надоели чёрный и белый фон. И это, конечно же, круто и здорово, что такие возможности есть, но вот вопрос, будете ли вы ими пользоваться. Когда практически всегда под рукой есть смартфон, на котором точно так же можно и посмотреть почту, и посидеть в браузере, только немного удобнее. Ну и также я не могу не отметить то, что у обеих портативок есть сенсорные экраны и некоторые интересные фишки. И если у PS Vita это только задняя сенсорная панель, то у Switch это отстёгивающиеся джойконы, которые позволяют делать много разных интересных вещей. Их можно использовать как моушн-контроллеры и также удалённо от самой консоли. Это позволяет их использовать как полноценный геймпад, если вы их присоедините к джойкон гриппу. И это здорово, когда вы играете за телевизором или же развалившись в своём кресле перед столиком, на котором стоит сама приставка. И таким образом особенно удобно играть в самолёте. И самое главное, это даёт вам возможность играть вдвоём на одной приставке. Ну и также нельзя забывать про то, что Switch можно подключить к телевизору и сделать из него полноценную стационарную консоль. И теперь давайте перейдём к тому, собственно, ради чего и покупаются эти гаджеты, это игры. И сразу скажу, что на PS Vita есть во что играть. Это и эксклюзивные игры, которые выпустила Sony, и игры сторонних разработчиков. Также порты со старой PSP. Но всё равно многие проекты и близко не дотягивают до тех, которые есть на Switch. Это и The Legend of Zelda, и Super Mario Odyssey, и Cuphead, и Dark Souls, Super Mario Maker 2 и многие другие. И поверьте мне, от этих игр вы получите намного больше впечатлений, чем от тех, которые есть на PS Vita. Но всё равно это не значит, что то, что было выпущено на портативку от Sony, оно хуже. Просто стоит признать, что игры там попроще и менее впечатляющие. И также я знаю, что практически все, кто выбирают из этих двух приставок, они сравнивают именно Switch Lite и PlayStation Vita. Поэтому при покупке просто не учитывайте то, что я сказал про Joy-Con, и подключение к телевизору, и большую диагональ экрана. А в остальном же всё, что я сказал про обычный Switch, применимо и к Lite-версии. И что я могу сказать в итоге? Практически во всём, как вы уже поняли, лучше Nintendo Switch. Это и технические характеристики, и графика в играх, и геймплей, и проработка всех деталей, которые в них есть. Это и различные фишки, ну и естественно, эта консоль сейчас официально продаётся, и она актуальна как никогда. Поэтому, если у вас есть возможность, и вы готовы тратить большое количество денег на игры для Switch, то, естественно, берите его, потому что он лучше практически во всех аспектах. Ну а если же вы хотите себе какую-то портативку попроще, и вам не принципиально, чтобы там были какие-то супер крупные проекты, или крутой графон, и вы просто хотите себе какой-то гаджет, чтобы скоротать время, допустим, в дороге, на учёбе или же работе, то тогда берите PS Vita, она полностью вас устроит, и максимально подробно я рассказал про неё в своих предыдущих двух роликах, ссылка на них будет в описании. И также я заметил, что под прошлым видео с PS Vita, актуальна ли она в 2020 году, и сравнение с 2DS, многие писали комментарии по типу, зачем сейчас снимать эти ролики, или шёл 2055 год, а люди думали, актуальна эта консоль или нет. На всё это я могу ответить то, что было большое количество просьб под всеми моими видео, где люди просили меня сделать сравнение с 2DS, сравнение со Switch'ом, просто актуальна эта консоль сейчас или нет. И поскольку было очень много таких комментариев, я сделал такие ролики для вас. И глядя на статистику, можно сказать, что всё это было не зря. Ну а если вам понравилось это видео, то почему бы не поставить ему лайк, не подписаться на мой канал, ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока!